Что ж, был проведен опрос и принято решение разговорному видосу быть. Всем халлов, я Феймао, и сегодня мы поговорим о русском Country Human фэндоме. Складывается такое ощущение, что постепенно люди начинают забывать о нем, и известен он только среди самих кхшников. Многие же из них уходят из этого фэндома в тот же фэндом Геншина или в 13 карт. КХ имеет свои плюсы, минусы и причины, которые могут оттолкнуть обычного мимо проходящего человека от этого фэндома. А в последнее время я все чаще начала замечать людей, которые даже не понимают, как можно очеловечивать стран и с чего их вообще решили шиперить. Что ж, у меня есть свое объяснение этому явлению. Начну с того, что да, хуманизация существует в интернете уже давно, так что этому удивляться не стоит. Но чем страна в КХ отличается от обычной хуманизации страны? Конечно же, кроме того, что в КХ, как правило, цвет кожи меняют на цвет флага страны, а хуманизации все-таки берут нормальные цвета кожи. И я вам не мистер очевидность, ага? У страны в КХ на основе положения страны на политической арене, историй, стереотипов, жителей, выстраивается не только внешность персонажа, но и его личность. Соответственно, шиппинг иногда тоже основывается на том, что кхшники шипперят в первую очередь два разных персонажа. И далеко не всегда они помнят, что этот персонаж был создан на основе какой-то там части территории, на которой со временем образовалось государство. Да, вот так вот. С тем, как КХ, по моему мнению, устроен в головах самих кхшников, мы разобрались. Так, в чем же проблема этого фэндома? Что именно может оттолкнуть людей от вступления туда? И почему некоторые заменяют его на другие фэндома? Что ж, проблем КХ не мало, но и они имеют что-то общее. В первую очередь я буду рассматривать этот фэндом как... товар, который может либо оттолкнуть людей, либо привлечь их. Что ж, думаю, пришло время начать. Заранее скажу, что видео относится в основном к русскому КХ фэндому, так как я не могу судить за аудиторию других стран. Так как я не так часто заглядываю в этот фэндом в иностранном сегменте. Первое. Придирчивость. Самая главная, основная проблема, из которой выходят другие. В КХ нету четко устоявшихся канонов, поэтому те же дизайны персонажей придумываются самими кхшниками. То же самое и с характерами. Люди устраивают характер страны на основе своего представления о ней. Соответственно, у всех получится по-разному. Естественно, оденьте персонажа во что-то не то, сделайте рост слишком высоким или слишком низким. Добавить лечительные особенности или даже сделай его не того пола, к тебе 100% придерутся по этому поводу. Конфликтность в КХ это достаточно серьезная проблема. Люди не то, что не могут спорить насчет того, стоит ли больше упираться в историю и политику этого фэндома. Или давать людям творить и делать то, что они хотят. Люди способны спорить даже насчет того, что у них разная постановка персонажей в одном и том же пэринге. Люди не способны договориться между собой. Конечно, такая придирчивость, конфликтность легко отталкивает как уже давних кхшников, так и людей, которых мог бы привлечь этот фэндом. Второе. Отсутствие устоявшихся канонов. Выше я уже упомянула это. И как бы не было это грустно признавать, отсутствие каких-либо устоявшихся канонов является как особенностью этого фэндома, его изюминкой, так и его проблемой. Боже, даже у Undertale с его сотнями аушек есть четкий канон в виде оригинальной игры. Так, в чем же проблема? Опять же, из-за большой конфликтности участников фэндома. Ага, я уже сказала, что это основная проблема. Да, за оригинальный канон можно брать историю, но никто ведь не запрещал людям задумываться насчет того, что бы случилось, если бы не произошло то или иное историческое событие. Третье, как это ни странно и грустно признавать, но шипы. Да-да, я сама этим грешу и сама же корю фэндом за это. Думаю, этот пункт не нуждается в подробном объяснении. Понятно, что далеко не всем нравится шиперство, многие искренне его презирают, а КХ состоит из шиперов процентов так на 95. Я сейчас серьезно. Шипов очень много, и я не шучу. У меня с Айей, моей подругой, есть отдельная папка, в которую мы собираем все шипы, которые сможем найти в КХ. И там их за год накопилось более 200 штук. Серьезно. Может. Но. Снова же говорю о том же самом. Обращаемся к первому пункту. Большое количество шипов и шиперов, и огромное количество споров о том, кто с кем и в каких потах должен. Да, это не единственные проблемы, но большинство из них уходят из первой. Конфликтности. Людям нужно уметь быть терпеливее и вежливее по отношению друг к другу. По крайней мере, людям было бы комфортнее находиться в фэндоме, будь это так. И четвертое. Раздробленность. КХ можно поделить на две группы. Историко-политическая и развлекательная. К историко-политической, как ни удивительно, относятся люди, которые упираются в историю и политику. Все дают на эту тему комиксы, арты, анимации, и это прекрасно. А в развлекательную все остальные. Шиперы, люди, которые просто делают меми без исторического или политического подтекста. И так далее, и так далее. Да, это опять порождает споры, ничего нового. Ладно, надеюсь, моя точка зрения на эту тему понятна. Можете сказать, что вы думаете насчет этой темы в комментариях? Я с радостью почитаю. Как вы уже поняли, это экспериментальная рубрика на канале. Выход, который будет зависеть только от вашего актива под этим роликом. Опять же, 20 человек поддержало ее выход. Так что, думаю, камбэк какой-никакой, но будет. Вау, мдааа. Пока я все это писала и искала время, чтобы озвучить текст, столько всего произошло. В связи с последними событиями все больше мемов появляется в ТикТоке, что КХ восстал. А мы умирали? Вроде просто в подвешенном состоянии были. Сценарий выглядит достаточно длинным, поэтому, думаю, на этом мне стоит закончить. Всем удачки и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok